итак здравствуйте мои маленькие любители экстремизма здравствуйте уважаемые вы что здесь делаете мальчику пришли на мальчика посмотреть как он занимается короче всегда меня интересовало как зафиксировать на широкую аудиторию разговоры в спортзале у тебя был такой большой разговор спортзале я знаю людей которые ходят по залу только ради разговоров нет но это понятно потому что они необыкновенно задушевные и содержательные да но суть в том что ни разу не было записано нет нет в один раз я записывал разговоры но там было столько столько разного рода жопошностей и всякой хуйни что выкладываете кто не стал но поржали делаю упражнение так что сегодня тема нашей дискуссии как обычно бабы патриоты мусора пидорат а вот интересно если если назвать все мусора пидорасы да допустим вот будет ли возбуждена 282 статья за оскорбление за унижение застоя социальной группы пидорасы то что ну назвали же пидорасы мусорами в принципе за так оскорбление серьезно ты как думаешь нет потому что обязательно идет исчет и кто скажет что у нее есть друг который мусор и пидор нет а как который не только мусор но еще это весьма человек и он ему сказал но что он может помочь он может дать нужную информацию наоборот именно то что хоть один приличный мусор существует это и даст основание а подожди то есть тогда получится что мусора это не оскорбление для пидорасов а наверняка у кого-то есть пидорас который мусор и получится так что это вообще не оскорбление а то заблуждение добросовься а вот как считаешь бывают мусора хорошие люди при этом вот прям вот действующие менты и хороший человек вот реально нормальный как бы вот сейчас пока ответишь у меня знаешь какая мысль что они могут иметь в себе зачатки хорошего человека может быть даже целиком хорошего человека в себе иметь но он может стать хорошим человеком только после того как перестань быть мусором да это скорее все так ну принципе я считаю что нормальный человек к сожалению долго не может промыть ну вот у меня есть несколько знакомых даже соратников которые были мусорами были мусорами сейчас они достойные люди но когда они были мусорами я уверен были гандоны из гандонов служба обязывает службу то она же и опасно и трудно каждому денежка важно ну я сейчас читаю книжки про революционные течения российские да там прям слушай мусоров вообще нигде никогда никто не любил на кубе любит на кубе я вообще не могу понять сейчас вы не представляете удачи короче отделение полиции местное написано национальная революционная полиция сидят менты и в них там портреты че гевары прям внутри че гевары кругом фидель кастро че гевары всю жизнь убивал мусоров везде че гевары был террористом ебашил мусоров всю свою жизнь у них че гевары сидят они не мусора или не понимают это просто ну что вообще разговор как течет а ты понимаешь что я вообще делаю подходик я наблюдал высшей степени увлекательную картину такое больше не ожидал оперпить но и скорее всего не увижу нигде здесь была легкая потасовка сразу начал орать народ сбегаться я подумал что что-то стряслось а там пустяковый потасок кто-то кому-то дал даже не ударил а просто плеуху тут же вот скрутили менты прилетела еще одна машина ментов и подружные рукоплескания и завывания кубинцев чувакова садили в машину и увезли то есть поддержка действий полиции со стороны народа была ну процентов 90 но подозреваю те 10 которые не поддерживали это были туристы которые просто побоялись и сидели на лавках дальше охуели от такого картина была незабываемая там были да знаешь местные вылет да то есть его все в наручнике а народ клещет ладошки типа полиция вы супер да это так отступление в россии это революционная революционная потому что здесь наверно а в россии коррупционная по как в россии у меня когда обыск дома был мусора ходит и рассказывает всем что вы знаете он же гандон же помогает деньги у людей он преступник а понятые которые должны по идее кивать головой на кивал и но мы не знаем в чем он преступник но занимается хорошими делами а вот чем занимаетесь вы вы не знаю и на преступников больше вы похожи вот поддержка полиции минимально в россии капитализировать должность капитализировать должность к хорошая фраза тесно но вот смотри сейчас запустили эту тему с написанием заявления на мусоров во все эти онлайн приемные ну хрен с ним допустим сейчас мы это мусорское давление скинем потому что в принципе ну да педа не понятно они прессуют всех окупайщиков москве но по сути дела там кто следак один из страны прокуратуры районной и не несколько оперов окружных то есть но это даже не лобби это просто ну какая-то педа шайка ну и понятно что в итоге они отлетят и забудут как подходить двери моей квартиры как как швандер вопрос-то не в этом вопрос в том что нихуя им за это не будет а все сто процентов рука рука жопу моет момент а трэнти минуту через полчаса пожрать проблема самой дед на исполнительной власти неважно взял ли момент денег когда заводили дело не взял если ты впадаешь в журновая система система будет тебя защищать потому что привык ошибиться не способна даже если все понимают о том что да что заебка но посмотри в чем у меня преимущество по сравнению с первым и вторым моим делами первый раз первый раз были кто первый раз были либералы либералы социальная группа защищаемая второй раз была социальная группа таджикские наркоторговцы сейчас социальной группы кстати нет там есть только есть но я хочу сказать как он выделит как он просто выделит знаешь в чем увидели разжигание вражды и угрозу применение насилия во фразе если в кино убили немецкую подстилку то радует то что скоро в кино начнут убивать хачевских подстилок это хотя бы логично ну то есть как бы немецкую убили ну и хочу и в этом они увидели не то что как бы ну такой вывод ну снял штаны но скорее всего и брюки снимет и рубашку здесь они увидели не просто разжигание вражды еще и угрозу применения насилия я чё режиссер блять но не в этом суть хрен с ним нет социальной группы выделю найдут я не в тюрьме это очень важно ну кроме того что важно что я не сижу для меня лично это важно для суда присутки почему не выносит оправдать их приговоров потому что если человек сидит а его выпустить нет аж от ебать надо и следствие и оперов и судью да еще и компенсацию платить правильно а если человек не сидит но а хули не оправдать ну можно как бы уже и посмотреть как бы так объективно ничего же не теряет но платить не придется до системы ничего не теряет в этом конечно что думаешь если оправдать то приговор не адвокатов размещают ну знаешь не оправдают ну кстати делал то следак начал же уже фрисфицировать он же уже этот обвинительное заключение которое содержит но не просто там высосанные степички обвинения она содержит это заключение прямые ошибки то есть текст они ну там уже старые эксперты глухие они деньги копят на дачу экспертизы делают ну как бы так уже слуховой аппарат старый ну реально зачем зачем неправильно расшифровали фразу еды воевали зачем писать что еды воевали сравнил победу с едой какую нахуй победу с едой ладно может быть глухие эксперты хрен с ним может быть следователь тоже был глуховат и эту экспертизу с хавала прикрепил дело но сейчас он ее уже не предоставляет суду понимаешь там начался суд и он ее не показывает суду он просто излагает своими словами уже кратенько экспертизу да но ведь в том в том то и суть что просто обзор фильма от преступления карающегося до пяти лет отличается именно экспертизой которую следах уже почему-то не предоставляет суду и какая ситуация а не только фотографии же в деле вы выданы уже все адвокат это все получал с номерами то есть но не получится убрать эту экспертизу или заказать новую задним числом ну не получится чисто физически вот будет взят грязно просто если бы он был нормальным человеком да не было бы пидорасом и анальным другом андрея каминова ну посмотрел до экспертизы левая сказали возбудить дело возбудил дело провел обыск хуй с ним как экспертиза посмотрите левая дело закрываем извиняемся все ну очень легко нормальный человек бы дело развалил и никаких проблем бы не было дальше тебе служил этот нет этот зная что все наебка продолжает дальше вести радужную свою политику ну либо удак либо деньги обрабатывать нет здесь дурости быть не может джей ну да то что дурак так непонятно не понимаю что здесь прямая фальсификация есть не можете быть заинтересованность даже и нас я думаю что то что каминок его дружок это не заставило бы кривого фальсифицировать дело и рисковать уже дальше не то что работать но еще и свободно ну вот я я допустим к обратился за помощью к интернет аудитории чтобы чтобы не все же бросили сразу мне помогать поддерживать мои знакомые может у каминова то есть фотки какие-то где они скривого мальчика долго было глядя на что передернуть бледные стоячки поддержали меня конечно очень удивился от того кто поддержал и кто не поддержал хотя кто не поддержал было логично суть такова понятно что моя аудитория молодежь довольно радикального образа мысли меня поддержала поддержали люди которые просто смотрели видео может быть они даже и не политически активны но понимает прекрасно что тут дело не в политической какой-то позиции а конкретно в том что я ловлю педофилов именно из-за этого возбуждено дело меня поддержали рэперы которых я никогда не слушал и при всякой возможности говорил о том что рэп музыка черных рэп музыка черных если ураган меня подбил несколько раз на совершение предательства расы я на репостил его там право правых правых рэп-групп но когда меня поддержали а к 47 допустим я вообще охуел то что ну а к 47 эти скажу наизусть знает всякие наркоманы гопарь который на корочках сидит после девятки он знает на зоне где сидел он штамм под екатеринбургом у них группа то оставалось там все это знают они так на карты сядут вот так вот и короче мурчат песни поддержали парня я сильно удивился поддержал допустим хованский хованский что либерал воплощенный воплощенный даже не не до человека человека враг вообще враг любого вот если как бы представить себе карт нормального человека до идеального хованский чисто враг вот этого нормального человека но либерал либерал как я считаю до мозга костей то есть он искренне считает что если я за свободу слова так я на свободу слова для всех не как наша оппозиция которая считает что свободу слова для всех кто согласен с нами нет кстати сейчас можно пояснить почему я стану репосту хованского многие не понимают может быть час задумываются хованский настолько мерзкий такую блять такую хуйню несет что нельзя его не репостить это прям вот я допустим хочу сказать что либерализм это просто говно а не идеология как сделать репостнуть хованского и все внешний вид рассуждения то есть все понятно хованский поддержал мэдисон поддержал нефедов поддержал то есть ну те кто снимают видео для школоты вообще для детишек по сути но они все понимают что 282 может коснуться их а кстати хованского то она коснулась эти любители интернет-жалоб любители интернет-жалоб написали такие на хованского заявление я так полагаю я не знаю за что но я так полагаю что за его высказывание про этот про бирюлёва там этих свиней надо было резиновыми пулями нахуячить которые пошли громить я думаю за это потому что все он перебрал мухованский тролль блять просто тролль и каково было его охуение когда его по 282 мусара дёрнули ты представляешь ну троллят троллят там у людей пуканы рвет от злости идут хуяка в мусарне вот это был мальчонка а перепугался мальчонка и все естественно сидел в теплой норке обложил с пивком налоговые декларации подойдут а кто меня не поддержал не поддержали меня патриоты националисты легальные то есть я не знаю может быть рядовой состав и и выступил защиту да а нам надо надо признать русские пробежки поддержали все таки да поддержали русские пробежки из национал патриотов кто поддержал больше нихуя но топ-то 10 промолчал 10 и по-русски и по-русски с официальным заявлением что я не националист а волонтер а также провокатор и негодяй и поддерживать они меня не будут мне понравился вывод какой я не сделал что если все таки ты не сядешь то все понятно а сядешь да да вывод значит такой что если дело закроют оно развалится то соответственно это кремль и кремлевская реклама пиар если я сяду мы поделом потому что гондон и не уважает национал патриотов считает их легальными эдуардами да больше что меня удивило на счет когда я к диме бобову который шульц питерский обратился игры напиши статейку поддержку ну там буквально наш 33 строчки и ссылку на петицию ну в принципе ему феникс отдал я давай узников будем пиарить делаю репосты всех него начинание сборе средств то есть но ничего не прошу ну давай давай репост делал делал узникам поможем так блять когда я попросил это сделать но я напишу статью критикой с критикой и разбором критика чего моего обзора нет критикой аспектов твоей деятельности и несколько доводов в пользу того что дело носит заказной характер я вообще охуел думаю если дело по 282 не носит заказной характер то чё то это заебись что ли какие доводы ну возьми напиши ладно проходит неделя у меня времени не было еще написать у меня более важные темы я вообще охуел более важные темы он сообщение в котором описывал мне свои более важные темы больше чем место заняло бы написать что подержите тесака вот ссылка на петицию ёбаная хуйня я не знаю может быть он конечно не ворует деньги у узников совести может быть он приносит пользу движению своей кропотливой вот этой работой но блять таких примутков я еще не видел как он узников совести собирается помогать у каждого тоже есть у каждого узника есть косяки надо же критически разобрать критически разобрать все аспекты его деятельности правильно у него более важные дела более важные дела я реально был в шоке допустим юрий спас акуковский имеют ли юрий спас акуковский отношения к правому движу нет вообще не имеют он даже блять он даже до сих пор так и не понял почему кого я ловлю вот реально он не понял кого его выгод а ты всех педиков хватаешь или как ты их отбираешь я два раза объяснял что это педофил это а там же педики но когда я попросил юра репасни сделай подпиши петицию он не стал выебываться и разбирать критику а вот я бы подписал но ты неправильно делаешь становую тягу становую тягу и пуловеры пуловеры ты не делаешь я не могу за тебя подписаться этого не ну то есть не было такой хуйни я я уж хер его знаю даже девчонки с которыми там какие-то репосты меняемся модели разные уж вообще просто блять аполитичные вот аполитичнее некуда еще и половина их толерантные и те меня поддержали патриоты нет нельзя это же дискредитация всего движения тесах же уводит аудитории от нужного русла борьбы за как там было борьбы за власть в государстве какой нахуй борьбу за власть жалко стая неудачников даже не стая неудачников борьба за то кому достанется это одно единственное кресло никому я не думаю никому они перегрызут друг друга после их этого совета традиционного оппозиции которые выбрали так долго такими скандалами который подсчитал сколько меньше года и сам развалился кого не могут выбрать ладно бог с ним кто-то всех купил и все-таки они его выберут но чем он может управлять ну кстати знаешь почему координационный совет оппозиции провалился вот из-за меня скорее всего потому что провокационная деятельность кремлевская кремлевская деятельность провокационная естественно 10 тысяч которые заплатила движение наше блять сука такие жалкие чмыри эту историю помнишь или донесли елочи когда они объявили известной известной нашисткой девятнадцатилетию девку который является тем что сфоткала в нижнем белье для календаря за 500 рублей блять сука это же просто сколько сборящий бендарей русский марш оказывается лишь как написали что я не только презрительно отношусь к уважаемым людям лидером опять опять к патриотам вернусь уважаемые люди кем сука уважаемые люди но еще и к активистам я смотрел фотографии с русского марша там какая-то баба в этом в плаще под юга босс чистый аркадий укупник только еще в картузе в кожевом какие-то уебаны в медвежьих шкурах какие-то эти бомжи с хоруглями какие-то детишки которые с сигаретой в руке и выпив пиво перед этим бегают орут что будут строить новый рай если кто-то выглядит нормально это черный блок хотя бы выглядит нормально но блять нахуя они туда ходят вот я этого понять не могу разговаривал с организатором черного бога и нахуя людей посмотри себя показать показали омон прыгнул все с ебались не понятно что понятно что ребята выглядят заебись но с митингами я знаю чем уверен что если ты хоть в чем-то нелегальном за немножко хотя бы запутан ты не должен ходить на эти митинги потому что ты будешь бояться мусоров потому что тебя примут что-нибудь посмотрит пальцем ткнет и начнется пиздецовая у тебя ситуация если ты полностью легали но ходи как оппозиции арина ментов требуй документы выебывайся отделять мух от котлет и в результате в результате русский марш выглядит как винегрет чем не такой винегрет который порезали и кушать собираются а тот который уже кушали а вот сейчас уже как раз такие винегреты по всей россии дома навалены а я я же совет дал совет дал как спасти россию я же все-таки это знаю рассказал почему-то патриоты этого не они поняли надо ввести гусар короче есть казаки но как вот казак это уже но ассоциация какая пьяный какой-то немытый но спасли в свете последних событий этого года но прошлого года так еще и казак это уже жертва сексуального насилия вот гусар другое дело гусар понимаешь с чем ассоциация такой бесшабашный налет да вот это гусары женщин денег не берут то есть не хватает гусар на этом митинге если бы были гусары то все сразу страна бы попала в нужные в нужные руки и была бы спасена как считаешь можно мне за это дать какую-то какую-нибудь эту медаль как у хроменосцев а тут же посоль подается с этим посоль сосиской сразу по соли мерзкая сосиска внутри там купил и ебашь варятся в собственном соку сок уже давно протух гнил и трясут его там же не знают как его повернуть чтобы с него что-то живое вытрыть даже навальный не пришел они уже сами должны понимать что обосрали этот русский марш идея да там первый марш был хорош с этим никто не спорит второй марш он не был хорош но хотя бы был ярк тем какой накал был у ментов какое внимание было у ментов к нему как всех ловили вязали эти вертолеты собаки а это когда мы лидералов сэперли на этом на болотный на было весело для всех привязали ну а потом все каждый русский марш он гнилее прежнего гниет гниет все уже тоже даже его даже зомби не сделаешь вот вы все хотим в центрею сходить на свечи в него поставить петушков каких-нибудь там зарезать только что поживите его пусть он гнилой но фонирует русский марш может быть вот следующее он будет интереснее может быть колдунов в воду на русский марш надо позвать там количество актеров и образов которые там представлены там обязательно должна быть баба его афеттидов колол что-то жрать охота вот сказать что масса у меня здесь пошла маска пошла вверх все рельефа хочется но и но и блять не хочу это что до белки сидеть хренкин зато вес пошел я так сюда проходил мимо какой-то витрины чисто случайно зеркал почему-то здесь нигде нет все маленькие даже даже в парикмахерских обломок руки дают стригут и чик в обломок посмотрел свой рубль этот нормальный вес поднабрал рис креветочки курица лобстеры рыба ну естественно гормон роста пептиды анаболики гормон роста и пептиды с сайта амбалшоп амбалшоп точка ком заходите заказываете но гормон роста конечно дорогое удовольствие и пептид дешевый и пептид реально дешевый вот я скажу честно я проблему основную испытываю всю жизнь с тем что неохота жрать особенно если питаешься диетическим чем-то но диетическим не в плане мало питаешься а питаешься в плане белок постоянно неохота жрать потому что невкусно пептида вколол чуть-чуть совсем чуть-чуть вколол подождал 15 минут и аппетит такой что блять вот нажираешься до тех пор пока дышать тяжело не станет причем ты уже обожрался и дышать уже тяжело но но голод все еще чувствуешь есть уже не можешь но голод чувствуешь такая очень интересная ситуация но приходится с ней бороться что еще что еще есть интересно я от книжку прочитал вот и вот это вот это блять обязательно дозвучить ну я постоянно читаю что-то ну так взял почитал закрыл открыл почитал часа три в день а тут до 8 утра нет а здесь эта ситуация да до 8 здесь попала мне в руки книжка это наследие книжка типа метро 2033 постаполит пост апокалиптическое будущее земля покрыта мутантами нормальные люди живут в герметичных корпусах которых осталось на планете всего около 30 штук со всех сторонах атакуют монстры так называемые лиги лик это лицо инвалидные генетические то есть урод ну инвалид ну и короче описывается борьба вот этих вот последних нормальных людей на планете которых осталось всего несколько миллионов с мутировавший план с мутировавшей землей и параллельно рассказывается почему это все случилось это самое интересное фишка в том что это все реально может случиться почему потому что планета стала потреблять гомо стали жрать гомо и превратились мутант ну казалось бы хуйня какая я кстати тоже раньше так ну гомо ну фигня ну какая разница вывели новую там породу новый сорт пшеницы селекции или пересадили гена она стала устойчива к пестициду оказывается нихуя разница есть и в общем книга заполнена тем что она как окупай педофиля это по сути дела пропаганда здоровых ценностей обернутая в отлов педофилов так и эта книжка это информация о том что такое гомо с реальными фамилиями именами цифрами научной информацией обернуты красивую историю оказывается оказывается вот ты знаешь что гомо ни хуя не дает преимущество в урожайности а говорят другая ни хуя не дает вот вообще даже меньше но но гомо позволяет генетически модифицированный организм можно запатентовать то есть ты берешь и патентуешь допустим пшеницу ну допустим ну и вообще все что ты вывел вводят корпорации гигантские запатентовали дальше второго поколения это пшеница не дает ну и вообще эти растения не дают там специальные применяются терминаторные технологии то есть ты собрал урожай но посеять его не сможешь должен будешь во первых его заново купить всю эту пшеницу то есть заплатить за использование семян ты должен будешь каждый раз когда ты это высаживаешь каждый далее это эти растения становятся устойчивым пестицидом который производит та же фирма который выводит эти растения и ну как бы объяснять что будет легче ухаживать вы покупаете посыпаете пестицидами все нормально растение растут меньше геморроя 80 раз уже увеличилось потребление пестицидов потому что сорняки тоже становится к нему устойчивыми но естественно было пролоббированные нормы содержания пестицидов самих растениях уже повышено то что раньше считалось ядовитым и нельзя было продавать сейчас уже все нормально и можно далее все заболевания которые эти растения вызывают они выявлены давным-давно блять на крысах уже все то есть ну я тоже смотрел у крыс опухоли раковые заболевания бесплодие короче пиздец во втором поколении часть крысенышей рождается дохлыми часть крысенышей рождается бесплодными большинство инвалидами третьего поколения может вообще уже не быть то есть то есть эксперимент такой ну крыса жрут генетически модифицированную свою кукурузу почему-то на человека никто это не переносит нихуя ну как бы крыса то от этого дохнут люди же нет но только у людей генетически инвалидное поколение родиться через 20 лет а через 40 уже начнут рождаться уроды постоянно нормальных людей уже не будет если смотреть по Германии или по штатам слушай ну немцы все врожденцы или 40 то судя по некоторым уже последствия есть слушай ну вот реально Европа да гомо жрут вообще в три горла они же реально врожденцы все макдональдс то есть эти корпорации блять и там одно за другое лекарства которые должны лечить последствия от употребления гомо выпускаются те же фирмами которыми выпускается и собо гомо и которые выпускают для него пестициды которые лоббируют интересы ну скажи серёг ты мог бы назвать макдональдс здоровой едой а вот за деньги мог бы сказать что макдональдс здоровая пища да а вот если бы ты был министром здравоохранения за какие деньги ты главным санитарным врачом сколько бы денег тебе понадобилось чтобы сказать что гомо это здоровая пища а в том-то хуйня что это не спасет что все эти генетически модифицированные организмы которые сейчас нам рекомендуют в пищу они имеют свойство переопылять то есть но рядом растет поле пшеницы нормальные поле пшеницы генетически модифицированный да это похуй все дойдет король короче дальше то есть но я так рассуждал я жру допустим говядину меж рога не растут кого хуя меня от генетически модифицированного что-то передаст но когда гены цепочки нарушаются и туда пересаживаются эти гены то днк становится уже неустойчивым и если к человеку прямой параллельный перенос гена невозможен через желудок то к бактериям пищеварительным которых в тебе несколько килограмм в кишках это вполне возможен перенос то есть ну бактерия хуя какую-нибудь лишнюю генку получила и у тебя в желудке хуйта такая что ты охереешь далее ты прикинь какие-то бабки то есть вот если весь мир подсадить на гомо под разными предлогами любые могут быть предлоги но суть в том что весь мир зависит полностью от корпорации которые продают эти семена ну все но не осталось уже не не гомо что полей да это блять намного круче чем нефть это уже речь идет не о деньгах это речь уже идет о власть потому что в любой момент можешь просто не продать семена в стране но не продать а своих запасов то там уже не осталось а то что у них есть она не вырастет ну просто ты посадишь она не вырастет как у мула не может быть потомство или яйца куриные неоплодотворенные и все и любой любой стране пизда придет в течение нескольких месяцев тема пиздец серьезная все эти рассказы о том что ученые до сих пор спорят о вреде гомо такая хуйта я тут почитал короче все все ученые которые не могут найти вред от гомо финансируются фирмами производящими гомо и мало того ученые которые нашли вред от гомо после получения финансирования от фирм изменили результаты немножко чуть-чуть изменили да и пожалуйста все нормально а так чтобы примерно прикинуть размеры финансовых возможностей этих фирм короче путин запретил высевать гомо в россии а медведев недавно подписал разрешение о том как вы чтобы это все высевать вот уговорить медведеву подписать приказ который запретил путин это ну надо нихуево так денег-то занести я даже даже сумму боюсь себе представить не но убедительно то есть очень убедительно там пожертвовать на храм допустим или может быть зарплату полиции пару лет заплатить блять это пиздец это даже не смешно то есть но если говорить о защите будущего ради наших детей вот по сравнению с этим педофилы это невинная детская игра в крысу ну трахну мальчика да ну чё такого в принципе но подумаешь может этого инвалидом не станет ну какая хуйня чего к этому камину вы пристали ну поймали окупая педофилей полторы тысячи педофилов за полтора года да это вообще фигня по сравнению с тем что если гомо сейчас начнут в россии высаживать то не родится несколько сотен тысяч нормальных детей или не родится вообще ли родиться инвалидами пиздец вот такая и и темы никто не занимаются ну то есть я я уверен что занимается я знаю даже кто занимается но она вообще не на слуху и ну мной допустим люди которые педалируют тему гомо всегда воспринимались как фрики которые ну делать нехуй чё-то бегают ну вот реально это знаешь как с антисемитизм такая же хуйня потому что вложи немножко денег убеди общество в том что все кто выступают против мирового еврейского заговора против евреев в общем и целом это ну люди не образованные не культурные сумасшедшие и все это уже это и воспринимается что ну понятно что все таки что то есть но хреново большинство то хрите евреи на это нихреново денег забашляли я сидел с одним мошенником владавшим феноменальной памятью и вот разговорах с ним это мы на исторических темах беседовали он короче любую революцию мог рассказать о том кто финансировал как она происходила кто деньги давал откуда они шли все революции финансировали евреи все блять и он прям ну четко конкретно чуть не сумму там называл а я люблю историю секрет тебе надо передачу на телевидении вести ли студентам рассказывать вот из дома тоже хуйня заплатили денег полили говном посмеялись прям схема то очевидно в принципе раз ученый выложил что везде ну а чё но выложил ученые данные что гомова вредны для здоровья набежала толпа блогеров проплаченных сделали вброс что ты мудак да ха 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 да ты дурак да ля 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 поглумились посмеялись вроде с одной стороны и они никак его не опровергли с научной точки зрения а с другой стороны говном уже полили так что это и не воспринимается пиздец схема отработанная и стоит копейки если сравнивать с той прибылью который несет было короче надо этим заниматься ну реально надо и я буду этим заниматься но чувствую что здесь лобби посерьезнее будет чем парочка оперов следователи два инвалида эксперта а национал патриоты могут намазать жопу собственной слюной генетически немодифицированный я думаю что надо всех национал патриотов отправить к доктору попову он научит их как значит обсосать огурец и не отрывая от ботвы засунуть его в жопу знаешь заседание и по-русски значит на грядках в теплицу зимой зимой нет они сидят в теплице и все короче огурцы в жопу сунули обсуждают как как это координационный совет национального движения энергии земли перейдет это скорее всего но может и не перейти кого-нибудь и такие огурцы побольше выбираю энергии по энергии чтобы лучше переходила она навальный я думаю чтобы более толерантно к этому вопросу подойти может себе в жопу засунуть допустим два каких-нибудь фрукт и овощ фрукт какой может клубничку а потом заткнуть баклажаном вот это вот это все тренажерный зал арбуз а кстати да арбуз а потом заткнуть пакисоном свели все таки на эту на эту гнусную ноту спортзал так расскажи что они тебе щас грузи делаю наконец-то ничего не говори целебный воздух короче здесь за драку за драку сразу четыре года дают ходу за простую с ножом 10 нож без убийства если захочешь подраться с коровой то дадут два да если убьешь корову 20 лет что-то они все тут и дружелюбные вообще-то я думаю нет там какие-то проблемы то есть то у меня рука то пальцы выбиты то плечо вывихнуто то ногу отобью то опять руку отобью и то там то ребро сломано чем этом еще было то связки пересохшие никак не могу нормально прокачаться вот ну блять вот я летом просушился меня был там два месяца спокойных нихуешь просушился сразу там просто сидел дома спокойно себе ловил педофилов ходил спортзал кушал как надо практически менеджером до себя почувствовал но смотрю конечно фотки качков думаю блять вот заебись вот так а прям прокачаться там чтобы 110 килограмм чистого мяса на тренировку ходить но блять не получается но при моей жизни вот та форма который у меня сейчас есть но мне кажется это просто максимум что можно выжить то в машине живешь то в бегах скрываешься заниматься вообще не охота что ну кстати вот какая-то мотивация даже короткая типа того что там вот обещал что будут кубики надо хуярить вот чтобы были кубики вот я там проект у меня даже на два месяца но это заставит заниматься ака ты не знаешь съедешься ты от мусоров или нет что в беларуси примут или не успеет принять пока там дела закончишь это дико напрягает и заниматься не охота уже и и жрать уже полезную еду не охота уже ладно так бы хоть форму не потерять все вроде казалось бы питайся креветками говядиной куриными грудками и будет и форму заебись не могу себя заставить вот не чуть-чуть убрать за что сейчас булочки не жру хлеб не жру вот просто чуть-чуть убрать бы углеводов ну сушиться для смысла сейчас нет форма ничего когда не знаешь где ты окажешься через три дня да это конечно не то что где а через сколько тысяч километров ты окажешься через три дня постоянно все эти транспортировки конечно накаляются вот я думаю а если бы сидел бы дома ходил на работу как менеджер знаешь вот пришел к жена покушать чик положила уходишь на работу завтра к тебе дали на работу пришел в столовой покушал полдник у тебя с собой в машине у тебя с собой контейнер с куриной грудкой вареный зал заехал покушал все это все распланировано слышь как можно прокачаться так протяженность жизни равна количеству впечатлений которые ну неважно плохие хорошие которые ты можешь рассказать ну и другим вместе в принципе жизнь у тебя из этих вот отрезков которые ты можешь вспомнить так вот по количеству отрезков последний год жизнь жизнь больше чем у менеджера чем чем у целого офиса да кстати очень интересная позиция поэтому крысиной талии потрясающей массы но зато жизнь бьет жизнь заебала блять как это так вот какого хуя блять вот ты меня вести какого хуя вот вот эта ситуация которую я сейчас не буду озвучивать вот последняя произошла блять какого хуя нет мы потом непременно озвучим короче мы озвучим эту ситуацию сейчас пока нельзя но то что здесь произошло это просто пиздец это вот если есть человек неудачник если просто есть неудачник который блять вообще вот ее везение даже на 0,5 промилле нет вот это случилось со мной блять как нормальный человек уже все вздернулся бы здесь на пальме нормально что-то повесился были утопил такого ты скажи что это не связано с тем что это развести в какой-нибудь попался а то подумал что ужасно напрягает на кубе вот две вещи это только парковщики и негры ну потому что парковщики это как правило исключительно негры и все что постоянно пытается наебать на бабки если вы едете на кубу сразу чтобы он ничего не говорил сразу постарайтесь куки это местный аналог валюты поменять просто на местные песо и покупать все за местные песо у вас сразу жизнь удешевиться просто раз в 10 раз в 10 тут такой подходишь кук стоит 45 песо подходишь мелочками купить пачку орехов не знаешь я сразу кук а за песо 5 песо сразу в 10 раз дешевле в 10 раз как они заебали попрошайничать кстати все проститутки здесь негры все парковщики это просто мразь самая ебаная тут куда бы тебе надо было стать бежит парковщик который своими криками руками машет он мешает тебе запарковаться но потом просит кук ты сука машину помой мы один раз где-то парканулись пошли что-то посмотреть какой-то предновогодние тусовка была все гуляния приходим машина помыта местный бомж синяк у него тоже щетина помыл машину и попросил два кука на тебе два кука машину помыл 2 доллара ебаные парковщики орут еще когда им денег не даем выебываются но но по машине не бьют кстати я сперва опасался как бы не начали по машине бить нет вот когда пресекается на корню а по поводу того что приключилась со мной страшная история обязательно это расскажу подробнейшим образом потом но сразу скажу что это не связано с тем что я вдруг по ошибке снял трансвистита потому что этого быть просто не может не хотя трансвиститы здесь есть я даже охуел бы прям ехали по набережной значит в гаване я смотрю какая-то тёлка моей комплект идет в юбке и ноги на кисло на обратно думаю нихуя себе трансвистит да там комплекция шелестова не меньше 1 2 3 и там блять а их штук 500 короче трансвиститов этих прям кусуются прямо охуеть вообще гомосеки ходят голубые прям вообще блять вот вроде идет негр в шлепках шортах и майки казалось бы как блять понять такая пидорасина брови выщипанные пальчики оттопыренные жопой ку ёб твою мать и это даже в деревнях то есть просто деревне ну просто деревне какая-то на побережье и там такие гомосеки откуда лишь даже интернета здесь нет откуда не узнали что надо так по-пидорски выряжаться а главное ходить и ходить еще также увидеть как они идут раньше видел только в полицейской академии про бородов был выплата слушай ну там они наоборот такие типу были там было парочка манер да ну это просто есть однако я судя по корпусам русского марша некоторые элементы одежды да в русском марше принимают участие за всегда ты голубой устрица вот проезжаешь не деревню какую кубинскую прям дохуя молодежи это меня расстраивает что обидно что расстраивает на кубине радость не знаю очень много молодежи я на новый год специально выбрался тут на новый год то что вроде как несколько дней праздников при том что здесь алкоголь ромах весьма дешевый продается в любое время суток практически нет пьяных как у нас у нас выйдешь на новый год на елку там же пиздец пьянь на пьяне а в москву выйди там чурка на чурке и аллах ахбар пляшут вот здесь мы живем в этой школы и из детства сколько же у них детей при том самую богу деревню заезжаешь дома вроде такие совсем совсем простенькие домами нельзя назвать это какие-то курятники шаваши какие-то вот но они ходят улыбаются и кучи детей а еще я увидел тут урок физкультуры где в школе преподают бокс это не просто секция бокса это в школе на уроке преподают бокс конечно они более здорово и спортивного то конечно питание их превращает потом в говно да если смотреть молодежь сравнивать вот молодежь российскую и местную место намного здоровее такие подтянутые у компьютеров нет не задротствуют бегают занимаются ну реально спортивные но если посмотреть во что они превращаются к 30 годам это ж просто охуеть все все заплывают животы бабы просто превращаются в говно все даже здесь для расовую составляющую не брать даже вот представьте что я одноидолерантнейший человек они превращаются в говно ну да немцам таким все далеко в германии они они просто вражденцы это вот до чего надо охуеть чтобы человек который страдает ожирением имел право значит эксклюзивного перевоза на тележке ты до такой степени охуевшая мразь что тебя еще будут возить от стойки регистрации на посадку жаль не сфотографировали эта картина была пиздец сидит такой жирный хряк свин свин он потеет ему хуёво но при этом он хочет улыбаться и ножками себе болтать такую вещь если вы везут на это как специальный электрокар хуяк то его повезли он блять жирный чизбургеры сами в него лезут его надо чмурить над ним надо издеваться его надо лишить жратвы чтобы он стал человек по-другому нельзя ну нет они целуют в жопу а с чего все началось в германии с чего началось с того что женщинам рассказывали о том что они нормальные в принципе несмотря на внешность внешность не главное главное это что душа главное это интеллект главное чтобы человек был хороший интересный образование чтобы получили в результате баба уйёбины блять я знаешь я подумал что может быть сожгли в инквизицию всех красивых но нихуя олимпию смотрел там же очень много красивых немок спортивных такие прям вот реально одухотворенные лица то что я видел женщины любят не не за жопу красивую за глубокий внутренний мир ну как они так выродились они все одна кривая у другой три подбородка даже если она худая третья блять она вроде была бы нормальная но но видно что она в жизни ничего тяжелее ручки в руках не держала у нее жирные ноги такие тощие столбики такие толстые столбики такие торчат плечи сутулы блять а если какая-нибудь с задатками нормальный ну там лицо где-то могло бы быть нормальный она еще закутается так какую-нибудь хуйню очки какие-нибудь оденет волосы не причешет бесформенную дрянь наденешь чтобы зато здесь он самолетами на пляж прилетает прям и негров помоложе по стройнее по атлетичней сцепляет ну сразу а чё негр стоит-то копейки и вот с ним это омерзительная шлюха ну всё негра сняла нормально тусуется а мужики что европейские ну а мужики европейские раз бабы стали стрёмные ебашит друг друга в жопу ебашит друг друга в жопу и ходят на гей-парады блять ну вот а норвежки 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 короче сидят три свиньи за столом я вижу что белые как бы мы снимали комнату и в том же доме снимали комнату три норвежки Значит, сидят три свиньи, короче, толстенькие, ноги жирные, лицо генетически хотя бы нормальное, только у одной, и та, видно, что Макдональдс ей очень близок. Короче, where are you from? Норвей, о, Норвей, Фамос, Фамос, Норвей, Хирой, Андерс Брейвик. Типа, что такое? Я объясняю, что именем Андерса Брейвика в Москве названа улица, что дети хотят в школе изучить его манифест, но еще не перевели, и скоро в школьную программу он будет добавлен. Они на меня смотрят, и просто сейчас глаза лопнут от ужаса. Как он? Это же не может быть. Я говорю, да, герой, а вы как-то спросил, поддерживаете, а, верите ли вы в героя Андерса Брейвика? Я говорю, нет, нет, он преступник. Как? Он детей убил? Я говорю, нет, он же убил мультикультурных предателей. Нет, это были дети, пятилетние. Думаю, нихуя себе. В общем, короче, они даже не доели. Они даже не доели, убежали. А-а-а, толстые среди. Я, в принципе, я с ними разговаривал так же, как Барат. Как? Ученые при правительстве Таджикистана, доктор Ямак, доказал, что мозг у женщины, как у белки. Наивная корреспондентка, может, это так назвать. Ну что, наверное, больше часа.